Ледового катка на человеческих костях не будет. Власти отказались от идеи строить в Кизлеве спорткомплекс на территории бывшего мусульманского кладбища. Этого добились стараниями местных активистов и обращениями в прокуратуру. На территории кладбища намерены разбить сквер. Совместно с активистами, общественностью разрабатывается проект, идут обсуждения по формированию мемориала. На основной территории порядка 30 тысяч квадратных метров будет сформирован сквер-мемориал, который сейчас дизайн и внешний вид проекта, которого сейчас обсуждается. Средства на возведение мемориала готовы выделить крымские предприниматели, хотя, по словам активистов, радоваться пока рано. Точка в этой истории не поставлена. Вся территория условно поделена на три части, две из которых, это как раз то место, где собирались построить каток, пока еще остаются под угрозой застройки. Два спорных участка, целевое назначение которых дает возможность в дальнейшем использовать эти земли для застройки капитальными объектами, что крайне негативно воспринимается общиной крымских татар и всех мусульман Крыма. Сейчас основная задача – изменить вид разрешенного использования этих двух участков. С нашей стороны подготовлены документы, в ближайшее время мы их подадим в администрацию города с целью дальнейшего внесения изменений в генеральный план города. Споры вокруг территории бывшего кладбища в Кизлеве шли давно. Идею построить ледовый дворец на костях мусульман лоббировал вице-премьер Евгений Кабанов, который сейчас находится под следствием. Кладбище занимало огромную территорию. Умерших здесь хоронили вплоть до 1944 года. Но после депортации крымских татар кладбище сравняли с землей, надгробие разрушили и использовали в строительстве.